Мы проходили буквально месяца назад. Домбедники домой шли, смотрим ракеты. Три ракеты, да? Да, три ракеты были. Прям на оболы с полком. Ну, жена так и сказала, сюда, да, не говорю, не туда же. Прям люди были здесь, эти, гражданские, правильно? Пострадавшие. Много пострадавших. Ну, кто не знает, я подошел только что, только что подошел. Три ракеты, я сам видел. Три ракеты бросил. Товарищ на посту как-то стоял, с ним переговорил, что-то, Юра, все нормально, все тихо, столько-только. Десять минут как назад. Оля, Оля, Оля. Скажи, нормально. Ну, сейчас. Надо нас снимать. Михаил, сейчас, подожди. Будете? Михаил. Нет, все, нет. Сейчас съезжу, подожди. Сука. Ты слышишь, что где-то бромят или стреляют? Отойди, брат, отойди. Отойди, брат, отойди. Три ракеты, говорят, одна не разорвалась. Здесь прямое попадание в здание в центре города, областная государственная администрация. Все спрятались, ожидают, пролетел еще один самолет, ожидают еще один налет. Есть пострадавшие. Оболчение стоит до конца. Люди возвращаются спасать здание. Люди, рискуя жизнью, спасают раненых. Там есть, говорят, еще одна неразорвавшаяся ракета. Вот такая она, наша национальная армия. Есть раненые, защищают город в центре. Вот осколки от ракет, которые к нам послала наша доблестная украинская армия. Привет от Порошенко называется. Да, привет от Порошенко. Как беспокойство о нашем благополучии. Даже забывший предупредить о том, чтобы мы хотя бы из центра убрали наших детей. Кстати, связи мобильной нет. Что там с нашими детьми и родителями, не знаем. Дебальцево у нас бомбят. Станицу Луганскую тоже накрыли ракетами с авиацией. Вот так и живем. Луганск. Русский город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова